Всем привет! Прекрасное солнечное морозное утро для ликвидации безграмотности в средах автолюбителей. Вот не хотел этой темы затрагивать, похоже придется. Вчера опять наткнулся на это видео дурацкое. Ребята там показывают движок, прошедший где-то 1120. И по их мнению, там масло меняли раз в 20 тысяч, и из-за этого ему пришел как пиздец. Они открывают клапанную крышку, и мы там видим прямо наросты гудрона, как будто да, просто с воронки гудрона лились. Ну, может кто постарше помнит эти двигателя, допустим, шестерочные, москвичевские, которые тысяч по 10 ходили на автоле. Потом к 100 тысячам у них был так, ну не очень. Так вот это еще ничего, а вот тот двигатель, который они показывали, там Mercedes был, это вообще жесть. Здесь пишут, они говорят, что хозяин, хозяин честный. Все делал по регламенту, раз в 20 тысяч менял масло, и поэтому он, ну такой нехороший человек, гробил мотор. Раз в 20 тысяч в наших условиях масло менять нельзя. Ну и как бы это привело к поломке. Меняйте раз в 5 тысяч, ну или там 10 тысяч. Что я хочу сейчас показать вам. Ребята, вот этот двигатель отходил сейчас на данный момент 113 тысяч. И в общем, первые 100 тысяч, строго по гарантии, масло менялось в сервисных центрах у официалов. И менялось раз в 20 тысяч, получается. Сейчас 13 тысяч прошло вот уже после 100 тысяч. И сейчас хочу показать, что с ним. Потом объясню почему. А сейчас просто посмотрите, что внутри двигателя. Ну как вам, крышку вскрывать я не стал, потому что это из той серии вскрытия показало, что больной умер от вскрытия. И так все видно, там чистота, порядок. И это смена раз в 20 тысяч. Никаких вот таких сгустков, прям говна какого-то там внутри. Ничего нет, все чистенько, вы сами видели. Я не призываю, конечно, менять масло раз в 20 тысяч. 20 это таки многовато. Чем быстрее вы поменяете, тем свежее будет масло. Это само собой понятно. Но просто так вот по глупости менять каждые 5 тысяч тоже не приветствует. Потому что ну зачем деньги на ветер просто швырять? Ну дайте мне их из-за вас лишнего. Теперь давайте пару минут хотя бы разберемся, почему может быть так. Почему у меня все ништяко, а у них прям, ну капец какой. Первое, что влияет, это, конечно же, качество масла. Я не говорю, там, вот это моя хорошая, это плохая. Просто, ну, по некоторым данным на рынке 40% контрафактов. И ни один из вас не говорит, что, да я, блин, купил походу контрафакт. Все говорят, да у меня самое нормальное масло. Ладно, поняли, короче. Второе, что влияет, это, ну, конечно же, конечно, состояние двигателя. Прекрасный двигатель в идеальном состоянии с нуля. Ну что ему, жить плохо, что ли? И, соответственно, масло он не портит так быстро. Третье, что влияет, и очень сильно влияет, что вы можете сами уследить. И только вы. Это, все-таки, режим работы двигателя. По километражу это слишком приблизительно. Можно пять тысяч стоять в пробке, прям вот просто целые сутки. Там, с утра выехал, встал куда-то в пробку вечером, до работы не доехал, вернулся. Все это время двигатель молотит, а пробега-то нет нифига. Ну, на этом двигателя такого не было. Он, в основном, гонял по трассе. Поэтому он чистый, и поэтому я менял масло только раз в 20 тысяч. Второе, ну, опять же, сколько раз он заводится с холодной. В общем, не буду вам пудрить мозги. Я просто в этом видео показал, что вот, как бы, раз в 20 тысяч можно менять масло, и при этом не умрет ваш двигатель. Если вам интересна тема с маслом, там, ставьте лайки, пишите в комментариях. Ну, потому что, реально, столько пуфла в ваши уши льют. Прям, мне вот, честно, обидно. Читаю иногда такую херню. И, знаете, многие верят. Прям, ну, ребята сами не меняют масло, не видят, что там происходит. Вот им втирают в уши, всякую в пуфло. Ну, куда деваться. Правда-то они не знают. Пишите в комментариях, спрашивайте. Если понравится, я еще пару видео сниму там. Что влияет, я действительно расскажу более подробно. Потому что, не знаю, надо вам или нет снимать следующее видео. Ну, смысла нет. Ладно, давайте, короче, пишите. Пока.